Семья Богдановых ощутила ее, переехав из города в деревню, где кроме них никто не живет. Тему продолжит Ольга Куричко. Луга налево, поля направо, пастбище за озером. У Годи Богдановых за сутки не объедешь, а с дельталета все хозяйство как на ладони. Михаил мечтал о ней без детства, а поднялся ввысь самостоятельно только в 60. На 3000 метров я поднимался, но в основном это когда лошади уйдут, чтобы не ходить, ноги не мять, поднялся, посмотрел. Михаилу и Екатерине, рожденным в деревне, пуще неволе надоела городская жизнь. Обосновались они в 30 километрах от Тобольска в деревне Каштаг в 1988. Тогда ее покинул последний сторожил. Каштаг основали ссыльные участники Пугачевского бунта. К началу 20 века здесь было 280 дворов. Чтобы деревню возродить заново, Богдановы углубили пруд и построили линию электропередач протяженностью 7 километров. Всей семьей возделывали зерно, выращивали капусту, картофель, морковь. Сын Андрей вручную пропал в овощные посевы, вырос и сам стал фермером. Теперь уже его дочь на прополке Лука Эксибишен. Просто он, больше яблоков были, мы даже сравнивали, больше яблоков. И пирог где-то у него вот такое. В радиусе 7 километров ни одного соседа. После дождя полнейшее бездорожье. Но Богдановы здесь счастливы. Я в город приезжаю, я королевична, принцесса, наряжаюсь. А здесь приезжаю, одеваю калоши и пошла. Деревообработка, свиноводство, коневодство, пчеловодство. Богдановым все приносит доход. И даже организованное ими здесь любительская рыбалка. Земли, сколько душа желает, столько и обрабатывает. Никому она не нужна. А нам нужна почему-то вот кощем, вот зерновые сеем, ячмень, овес. Но если мы не посеем и здесь не уберем, это вырастет березняк. Нас закроют, дорога просыхать не будет, то есть ее заглушить, продуваться не будет. И все, и мы будем. Поэтому каторжники здесь уже. Простор, свобода окрыляет Богдановых. И кажется, нет границ их мечтаний. Екатерина отдыхала в Париже, собирается в Сингапур. А Михаил решает дельталет окончательно поставить на службу сельскому хозяйству. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Сипин, Форумбюро. Продолжение следует...